Говоря о патриотизме, безусловно, вспоминаются героические поступки, великие сражения и воины. А потому в начале беседы школьники подготовили небольшую презентацию. Грянул бой, болтавский бой, в огне под градом раскалённым, стеной живою отражённым над павшим строем свежий строй штыки смыкает. Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спалённая пожаром, французу отдана, ведь были ж схватки боевые. Понятия героизм и патриотизм очень близкие, считает Евгений Борисович Люлин. В преддверии Дня защитника Отечества говорить об этом особенно важно. Но вот любовь к родине и государству необходимо разделять. Отечество, оно всегда остаётся отечеством. Отечество — это не политика, это не правители даже. Потому что правители — это всё временно, но наша родина, наша страна — это вот то, о чём мы должны думать, о чём должны заботиться, мне так кажется. С чего для вас начинается родина? Это то, что рядом с нами. Любим мы то, что нас окружает. Наш мир, который нас окружает. Любим людей, которые нас окружают. Родителей, учителей, друзей, подруг. Вот это и есть родина, мне кажется. Во время дискуссии представитель законодательного собрания спрашивал и мнение самих учеников. Вот нас всегда призывает, и сейчас мы чуть-чуть к политике, но я не хотел бы уходить в политику, но нас призывает жить по стандартам, которые кто-то придумал. А не надо жить по чужим стандартам. И не надо стесняться того, что у нас есть, а наоборот, надо гордиться того, что у нас есть. Обращаясь к подрастающему поколению, Евгений Люлин призвал молодёжь пресекать неуважительные отношения и хамство в адрес нашей страны. Ну а в завершении дискуссии он поблагодарил педагогический коллектив и директора лицея Наталью Николаевну Кургину за организацию встречи.